Добрый день! Я хочу сказать, что Донбасс мирно живет и работает. А сегодня здесь, на памятнике Шевченко, собирались алганцы, собирались казачества, собирались люди неравнодушные. И, к сожалению, мирный митинг попытались спровоцировать сначала единичные, потом группы людей. И милиция вовремя вмешалась, насколько это было возможно. Но я хочу еще раз подтвердить, что Донбасс будет мирно жить и работать. Мы не допустим провокации. И здесь у нас есть понимание и с гражданским имуществом, и с правоохранительным имуществом. Еще со мной рядом начальник. Хочу сказать, что силы и средства нас хватает. И сегодня вы видели это подтверждение. Кто бы ни говорил, что все находится в Киеве, это не так. Нас хватает для наведения порядка. И в случае, если будет необходимость, есть силы и средства. И те, кто хочет раскачать ситуацию в Донецкой области или делать какую-то провокацию, им это не отдастся. Будет все в жесткой форме пресекаться. Это я доверяю. Мы все это отслеживаем, анализируем. Вы видите, что происходит в стране, и те люди, которые пытаются, опять-таки, провокации, совершить провокации в отношении государственных учреждений, и пытаются это сделать таким путем целырунным, у них этого не получится. У нас здесь находится подразделение Беркут, у нас находится войсковое подразделение, которое достаточно количества здесь в Донецкой области. И при любой попытке, я говорил, и буду повторяться, мы их сможем послушать. А, пожалуйста, у нас, я согласен, достаточно много людей, что вы что-то сделали в той местной области, и в той момент, как-то они не проверили, и не знали, что это случилось, зачем они были. Ну, давайте проверим эту информацию, что есть с бульными битами, кто приехал, зачем приехал. А нет, пока информация о количестве задержанных. Есть задержанные люди, сейчас разбираемся. А сколько задержанных? Четыре человека. А неизвестный счет, кто они обрабатывают? Разбираемся. Сейчас разбираемся. Понимаете, сейчас вам предоставить информацию, она окажется не точной, но это будет неправильно, это будет не тактично в этой ситуации. Нагнетать ситуацию я не буду. А то, что мы назвали в интернете, это опять-таки, я считаю, что это нагнетается, кем-то нагнетается, специальная ситуация. В этом я уверен. Кем она нагнетается, для чего? Жизнь покажет, все расставит на свои места. Время покажет. Усилена ли охрана административных зданий? Полностью усилена охрана административных зданий. У каждого административного государственного здания мы усилили охрану. Переведено на усиленный режим несеместно. От первых лиц. Что вы имеете в виду первых лиц? Все водители районной администрации в области усилили. Если есть такие заявления о том, что им угрожает какая-либо опасность, мы, естественно, помогаем и выставляем охрану. На сегодняшний день есть ли проблемы? Такой информации пока не было. Никакой информации о каких-либо не было. Есть ли информация о страдавших беспорядках сегодня? Все-таки были замечены случаи, когда людей били на асфальт? Ну, сейчас помощь оказывается. По больницам подведем. Посмотрим, сколько обращений это надо сделать. Ну, это надо сейчас подвести и посмотреть, сколько будет обращений. Мы вмешались. Вы видели прекрасно. Мы не дали спровоцировать. Что-то был очень заинтересован спровоцировать. Но мы этого не дали. Вы видели. У меня есть эффект, который сразу же нам один парень. Продолжение следует... Продолжение следует...